Политический сезон только начался, а возле Верховной Рады уже митингуют. К парламенту пришли родственники онкобольных пациентов, которым Минздрав отказывает в финансировании. Официально в очереди на трансплантацию 64 человека. По факту больных гораздо больше. Чего добились протестующие, узнаем от Ларисы Зубенко. У дочери Анатолия Оксаны Гергала острый лейкоз. Девушка проходит пятый блок химиотерапии и ждет, когда государство выделит ей деньги на пересадку костного мозга. 110 тысяч евро уже лежат на счету белорусской клиники, в которой запланирована операция. Ими не успел воспользоваться другой украинский пациент. Однако Минздрав переводить средства на счет Оксаны не спешит. Надеждой на помощь не дают и Ирине. Ее сын Данил Ляшов в предлейкозном состоянии. Чтобы не допустить рак крови, парню нужна пересадка костного мозга в польской клинике. 109 тысяч евро. Неподъемная сумма для семьи из прифронтового севера Донецка. У Минздрава для Ирины ответ тот же. Денег на лечение нет. К сожалению, ребенку становится хуже. Поэтому за границей нас ждут. У нас уже есть два неродственных донора, которые подходят 10 из 10. Вся у нас проблема в том, что мозг Украины не оплачивает нам данную операцию. Хотя документы были поданы у нас еще в июне месяце. Сегодня родственники и друзья онкобольных собрались возле Верховной Рады. Раз на Минздрава достучаться не могут, надеются, что их услышат народные депутаты. Мы сегодня требуем от народных депутатов вынести законопроект 8035, который предпочитает увеличение финансирования программы ликования за кордоном на 302 миллиона гривен. Мы будем стоять тут до тех пор, пока наше питание не будет решено, пока не будет дофинансирования государственной программы ликования за кордоном. Больше 500 людей в черзе, они не могут ждать. Мирный протест прерывают правоохранители. Они пытаются убрать баннеры. Митингующие оказывают сопротивление. Заражают! Отойдите! Отойдите! Вы запорите! Вы запорите! Вы запорите! На крики о помощи выходят нардепы и обещают. Вопросы дофинансирования программы лечения за границей рассмотрят в Раде в ближайшие дни. На жаль, Министерство охороны здоровья, первое, не закладает необходимую количество денег на эти вытраты. Это было в прошлом году, та самая ситуация повторилась в этом году. Мы обратились к министерству, у нас есть вернение, для того, чтобы они адекватно планировали бюджет. Протестующие, в свою очередь, уверяют, если депутаты не рассмотрят в ближайшие дни данный законопроект, разобьют палаточный городок у СТН Верховной Рады и объявят бессрочную голодовку. Лариса Зубенко, Дмитрий Курченко. Подробности – телеканал «Интер». Подробности – телеканал «Интер».